Но некоторые тренажеры, они просто не предназначены под мой рост Пейся остался, еще не включил кардио? А, да Это секретное оружие, да? В приседе, ну, не так много, 230 на 6 Хочется, конечно, углеводикам, да, то есть вкусненькое и полезненькое Меня просто опять банально зальет, и я буду неконкурентно способен Привет, друзья! Мы в гостеприимном порт-лайфе на Маршала Захарова И сегодня с нами чемпион России, вице-чемпион мира Александр Эскин Всем привет! Саня, расскажи, в рамках чего мы снимаем ролик сегодня? В рамках подготовки, моей подготовки к турниру Сибириан Пауэр Шоу 2020 В этом году везде круто будет, знаешь, везде, там, Чемпионат России 2020, Сибириан Пауэр Шоу 2020 Да, да, да Сколько турниров будет вообще в сезоне? Понятно, что Сибириан-то первый, да? Да, потом стандартный чемпионат Питера, чемпионат России Ну, это такое тебе на изи, да, такой сходил? Да, это уже как обязаловка практически И хотелось бы на Чемпионат Европы попасть И очень неплохой турнир намечается в Чехии, в городе Кладно Там будет очень неплохой турнир с неплохим тоже призовым фондом А, с призовыми? Да Это в рамках элит? 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 Даймонд, не даймонд? Нет, нет Просто чехи делают, чехи тоже делают вещи почти как японцы Очень неплохие А сколько, если не секрет? Что? Призовой фонд на турнире Написано, что 17 тысяч долларов Абсолютному чемпиону? На всех А, на всех А, получается, как на Сибириане Да Там тоже 17 тысяч долларов на всех Да, да, да Ребята, еще есть время Только-только заканчивайте январь Можно накачаться И... Хотя мне не хрень поможет Там будет Саша, Миша Сазонов Забейся На самом деле, вот, Сань, чтобы ты знал Я болею прямо за тебя Спасибо Что ты стал абсолютным чемпионом на Сибириане Я буду стараться Вот И помните прошлый ролик мой? Про Сибириан Пауэр Шоу Я рассказывал про атлетов, кто будет выступать И обмолвился, что хочу Сашку тоже поддержать Поэтому пацан сказал, пацан сделал Вон коробка Сани Сейчас мы будем разбирать, что же он там попросил Так О, какой наборчик Давай очень коротко вообще На подготовке Что ты в основном используешь? Ну, в больших количествах Это обычно идет БЦА БЦА Очень люблю А сколько грамм ты в день кушаешь? 10-15 10-15? Да Как бы не люблю злоупотреблять Но... Я тебе килограмм положил Отлично Отлично А мы, кстати, сейчас с Ромой Халиулиным Будем ставить тест У него сейчас будет Он начинает массонабор И я ему... Мы экспериментируем Он так никогда не делал У него сейчас будет 35 грамм БЦА в день Угу Посмотрим, как это реагирует Организм Как это пройдет Ну, я, естественно, буду тоже повышать Ближе к ужесточению Самой диеты Естественно, там будет повышаться Количество БЦА Отлично БЦАшки, понятно Я не использую на диете Все-таки я немножко побаиваюсь Поэтому я обычно на своих, как говорится То есть ты никак... А претенд ты не используешь, которые со стимуляторами? То есть тут, например, стимуляторов только кофеин Один, все остальное Есть такое Агматин, аргинин Ну, как-то я обычно... Обычно аргинина использую В чистом В чистом виде, да И поэтому мне обычно этого достаточно Вот, поэтому... Ну, давай мы ты же еще не прям на диете Детестируем на тебе сегодня речь Ну, естественно, да Естественно, я его пробовал Мне он очень нравился Поэтому это очень... Ты старый пробовал Это новый Это новый, да Это новый Тут еще есть монастерат глицерина Это быца вкусовые Чтобы разводиться с невкусными О! Это интересно, да Это для защиты печени При больших дозировках, так скажем Еды Еды и витаминов, да Естественно, у нас печень под большой нагрузкой находится Опять же, в период подготовки Поэтому дополнительная помощь в восстановлении А что обычно ты для печени используешь? Мы сделали недавно, я вот тебе привез в подарок, да Да, еще не помню Это очень прикольно, еще с большими приемами пищи Потому что очень круто работает в плане желчководячных путей Даже при дискинезии можно этот продукт применять Будет пищеварение намного лучше А ты сам какой препарат используешь? Наверное, из аптечного что-то, да, обычно? Да, я обычно это использую, типа гептрала Вот, это если что-то такое На ПКТ или прямо в процессе подготовки поддерживаешь? Иногда в процессе, да Вот, видите, чемпион говорит в процессе Да, конечно Знаешь, очень часто есть такой миф Кстати, будем еще мифы ломать постепенно, да? Что, типа, нельзя на курсе использовать гепатопротекторы От этого хуже работает курс А Шанин засветался составом Да, да, да Правда интересный состав? Да Окей, печенка Понятно Ты попросил изолят Да Ты попросил изолят Еще, в принципе, времени до Сибири, она прям дофига Почему уже изолят, а не сыворотка? Она даже вкуснее Да, сыворотка, она такая сытнее, плотнее Но, опять же, на самом деле, кажется, что много, а на самом деле немного Время осталось Да, месяц Восьмого марта Ё-моё, восьмого марта же? Да Восьмого марта соревнования Да, поэтому... Скажи пресс А, а что ты, Игорь, а что ты сушить-то будешь? На самом деле у меня еще вот здесь есть Ничего, найду И вот здесь Главное побриться Да, еще на килограмм похудею Вот, поэтому, да, он мне очень нравится Нравился, и поэтому я его буду тоже использовать обязательно Расскажи, протеин Да Буду тебя мучиться вопросами Протеин, ты когда перестаешь пить? Или перестаешь ли ты вообще его пить? Я его сначала ограничиваю, да, в количестве И потом, ну, буквально за неделю до соревнований То есть сокращается вода, нечем размешивать, перестаешь пить? Ну, практически, да Все, понял Практически, так Просто у всех по-разному интересно Я перехожу на чистом аминокислот Их проще, легче использовать Понял Так, здесь еще очень необходимые для, в принципе, для диеты Я сам не знаю, что там просто Омега Омега-3, это классная штука для дополнительного источника ненасыщенных жирных кислот Сколько ты ешь омега? Очень мало с тобой видео, интервью, я тебя буду докапываться Ты прости, ты прости Хорошо Сколько омега? Ну, это обычно, если вот в капсулах, это где-то Это 30% омега у нас, ребят, если что? Ну, это обычно, там, 4 капсулы в день То есть небольшую дозероку Да, я постараюсь обычно, опять же Ты еще рыбу кушаешь, понимаю Красную рыбу, да, там, авокадо, там, ну, дополнительных источников, да, получать Все, понял Вот, поэтому, ну, все равно Какой у тебя липидный профиль, расскажи, пожалуйста, вообще сам по себе? Насколько он у тебя в хорошем состоянии, не очень? Зачастую у спортсменов, которые на допинге находятся, липидный профиль не супер Как у тебя, сильно сказывается, не сильно? Следишь ли за ним? Да, я, конечно, слежу, но, по-моему, и, опять же, по ощущениям, все вроде более-менее в норме Вот, то есть, как бы проблем никогда никаких не чувствовал То есть, они не сказываются, да, так особо? Да, да Круто, у меня сказывается Мне приходится омеги, ребята, МСТ-масел, всего закидывать Да Ты просил цела Цела, да На самом деле, до последнего времени я как-то скептически относился Вот, но, опять же, при... Последний раз, когда готовился, я попробовал конъюгированную кислоту И мне очень понравилось То есть, заметил, да, изменения, и поэтому... Я впервые просила, знаешь, по кого услышал? Это было очень давно, только-только начинал я работать Это было от Александра Кадзоева И он сказал, что он шила не только ест, но и ест много, и что это реально работает У меня вот с тех пор отложилось в голове Если Кадзоев ест, то точно можно Вот, да, я тоже очень часто к нему прислушивался И прислушиваюсь Ну и еще одна интересная добавка Это ZMA Цинк На самом деле, вот Не использовал ее Серьезно, никогда Вот Поэтому Буду пробовать смотреть Тут скорее будет интересен тебе магний и B6 То есть, значит, не B6, да ЗMA, почему? ZMA, это цинк, магний А, наверное, для... А От магния А остается И B6 добавляется До усвоения магния Да Обычно я чисто магний B6 принимаю Чтобы Дополнительный источник магния Чтобы не сводило, не было судорог Это я использую, да Все, круто Сегодня станет тренировка Будет Будет чего? Сисапсы Сисапсы Это неизвестная мышечная группа Это грудинка Грудинка Отлично Ребята, это будет ролик с Александром Не последний Он парень очень, на самом деле Прям вот, знаете, есть культуристы Которые прям приятные Харизматичные Добрые И Саню можно будет точно Перед вылетом в Красноярск К нему пристать И снять еще один ролик Поэтому под этим видео Можете вопросы свои писать Пожелания А я скажу от себя лично Я попрошу тебя С того позволения Узнаешь где Хотел бы, чтобы мы с тобой сняли твое позирование Потому что я думаю, что Александр Это тот спортсмен Позирование которого Ну, наверное, одно из лучших в стране И я знаю, что огромное количество ребят Бодибилдеров Саша записываются на позинг Периодически, да Бывают, спрашивают Очень часто И хотел бы все-таки пару слов сказать Откуда это все пошло Бальные танцы Нет, конечно нет А почему, конечно, нет? Я вот занимался три года В детстве Нет, я когда начал заниматься В принципе, бодибилдингом Я попал к Борису Алексеевичу Раеву Я думаю, многие знают Его тренера К сожалению, недавно он умер Но как раз его фишка была в том Что он очень ставил красиво позирование Постоянно нас гонял по этому поводу Просто по часу Там Перед соревнованием особенно Мы просто были как выжатые лимоны После его позирования Но это дало свои результаты И даже когда мне не хватает времени При подготовке на полноценное позирование Вот эти азы, которые я получил тогда Они до сих пор работают И мне достаточно работать вот так вот И я уже начинаю позировать То есть как велосипед Один раз научился и все, дальше поехал Все верно И это, вот ребят, если вы начинаете свой путь в спорте Если вы научитесь неправильно Поверьте, ваши косяки с вами будут идти До чемпионства И вам будут кричать там Не заваливайся Все нужно начинать с самого начала правильно делать Все верно Ты обещал, мы на тебе проверим притрин Давай Давай, мы проверим на Сашке притрин Так, куда мы его тут толкали Воды Воды А там пока Саня ходит Я могу что-нибудь сказать Вот На самом деле, ребят Приезжайте на Сибириан Пауэр Шоу Денис Киюцин Просил, чтобы я поменьше о нем говорил Как о организаторе Он, видимо, стесняется Но я человек гадкий, поэтому за это скажу Он очень старается Сделать хорошее шоу Хорошее мероприятие Поэтому Я свой вклад посильный Как-то в продвижение турнира хочу сделать И спортсменов поддержать Поэтому Приходите Приезжайте Прилетайте Собачьи упряжки Самолеты Все, что угодно Я не поселенею, я надеюсь Пока включаются Расскажи нам Сейчас у тебя по плану питания Что-то месяц остался У тебя по калорийности Что получается По интуиентам Считай, что ты вообще Насколько ты там жестко считаешь Да, я считаю Сейчас у меня идет Ну, различные схемы Да, то есть много-мало У тебя чередование? Не совсем чередование Прям, да Но я сначала Высокое количество углеводов Да Использую там До 300 доходит И Потом снижаю до 100 А поднял-то туда? Обычно это где-то 3-2 3-2, то есть Три дня повышенная? Нет, наоборот Все-таки повышенная Так вот Все-таки повышенная сейчас уже Вечность Вот так, ребята Саша сушится на 300 граммовых углеводов А я набираю на 300 граммах Я больше что-то съесть не могу Обычно Не, в виде пельменей там Или мы Или что-нибудь там Конфет Могу, конечно, осилить Любимый твой углевод? Что-то вот так Особенно Рис, там, гречка Люблю я, конечно, макароны Ха-ха Вот Но Ну, как ни странно Ем я рис Да Почему-то вот рис Я могу его больше съесть Почему-то так сложилось Какой-то особенный Там Ты обращаешь внимание На сорт? Просто я читал, что Вот рекомендуют Даже культуристам Поэтому там Ну, бурый там Он дольче, да Но из белых То, что легко залетает Абасмати Либо Джасмин Да, я тоже такое читал Ну, он мне почему нравится Он вкусный Он реально Какой сорт? Ну, джасмин А Джасмин и басмати, кстати На самом деле Они очень похожи Смежные И по вкусу И по запаху Они очень похожи А куда мы пойдем Пока Будешь там разминаться Серега Видим шейкер Серега Я сейчас немножко Со штангой Отошел Работаю Сейчас больше Работаю с Тренажерами С Вот, кайфовый тренажер, ребята Вот, мне очень нравится Просто работа на урай Короче, ребята Если вдруг будете в Питере По делам По работе В командировке В Спортлайфе Есть такая тема По-моему, есть, да? Можно 7 дней сюда ходить За 3 тысячи рублей То есть тут нету разовых Но можно всю неделю ходить Если вы приедете Или живете в Питере Покайфуйте Можно 7 дней В разные клубы поездить На Лиговском Там вообще есть такие эти С бурбалками Как называется Джакузи Джакузи, говорите? А, джакузи Бля, я не русский Короче, ребят Как там правильно произносится Я не знаю Суть Там такие ванны С пузыриками Люди, мне кажется Ходят в этот зал Не чтобы заниматься И там сидят В этих Такие пельмешки В бассейнах Но тоже кайфово Там вид шикарный Короче, можно по разным залам поездить Посмотреть на Сашек Эскиных На Виталия Фугольникова Там Кузнецова Леху встретить Он тоже в Спортлайф ездит Тренироваться Многие особенно тренировать И потрогать оборудование Здесь такие тренажеры, ребят Которые я не понимаю Зачем и как они работают Ну, на самом деле Да, во-первых Чем мне Спортлайф нравится Это Сгусток Лучших спортсменов Не то что Европы Но и мира Это во-первых Да, можно посмотреть Пощупать их Можно сказать Воочию Отзадельную плату Вот И второй момент Это, конечно, оборудование Да, оборудование Конечно Это Ну Что-то с чем-то То есть можно Ездить в разные клубы И тренировать Разные группы мышц Потому что Все равно Каждый клуб Имеет какую-то Свою зиминку Какую-то особенность Какие-то тренажеры Которых нету В других клубах Это очень интересно Да Так Жим 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 Я смотрю Ты взялся максимально широко При том, что ты не очень высокий Почему такая ширинохвата? Комфортно Выжимать Я чувствую Что я максимально могу Передать Свои силовые Ощущения Именно усилие грудью Дойдет При широком хвате Да Я прям очень чувствую Как только Начинаю ужин Меня начинает Немножко побаливать Даже Предплечье А вот так Да А вот таком Очень комфортно Я, ребят, почему спросил Я, при том, что у меня рычаги длиннее, чем У меня рычаги длиннее, чем у Саши Там, немного выше Но чуть-чуть Я берусь немножко уже И я так сильнее чувствую Я смотрю, как Саня Он прямо По краям По самому взялся Сейчас немножко Диапазон Потом повторение твое Какое? Я стараюсь делать На Свои ощущения Да То есть это обычно Не менее 12 Не менее 12 Потому что Опять же Мышцы наливаются Я ощущаю, как Пампит их Если я беру Большой вес Я тоже иногда Работаю с большими весами Но тогда Работаю 8 до 10 Угу У тебя есть момент Привязки к времени Под нагрузкой Очень популярно сейчас это Или ты На ощущениях больше И все на ощущениях То есть старая школа Все на ощущениях Да Все на ощущениях Я чувствую, если Получил удовлетворение От проделанной работы Значит все отлично Если не получил удовлетворение Значит продолжаю Да Продолжаю тренироваться Все правильно Вот слушай После времени сам задумываюсь В принципе Как раз таки На себе экспериментирую На своих учениках И мне интересно твое мнение Ты углеводы В течение дня Каким образом распределяешь У тебя это начало дня У тебя это построено Вокруг тренировочного процесса Основная база углеводов Заканчиваешь углеводы Есть до вечера И переходишь на белки С клетчаткой Расскажи просто Куда ты Основную массу углеводов Отправляешь в течение дня Самый основной прием углеводов Если допустим Это низкий день углеводный То это с утра То есть я вот с утра Стараюсь там Не менее Там Пятидесяти процентов Всех углеводов Съесть Да То есть Ну во-первых Потому что тупо хочется кушать Просто с утра Просыпаешься Нет, ну можно капусту нажраться Я спасался капустой То есть Ну хочется конечно углеводиков Да То есть вкусненькое И полезненькое Вот Чтобы была энергия В течение дня А если это высокоуглеводный день То конечно я Более-менее равномерно Распределяю в течение То есть это по течению Дня, да Но естественно Какие-то приемы пищи Под тренировку За сколько до тренировки Ты принимаешь углеводы Такие условно сложные Где-то полтора Даже час бывает Час бывает, да Да Потому что они очень легко Вот опять же Именно опять же Если говорить о диете Просто все проваливается То не мешает Вообще не мешает Вот они проваливаются И все Такое ощущение Что даже уже и не ел ничего Качество очень хорошее Зачастую Я замечаю Сейчас закончится Саня Он уже красный Разлиться начинает на меня Что в действительности Саня всегда выигрывает Свою категорию Свою категорию Выносит на изи Если Саня выступает У всех обычно прямо Ну я понимаю Что ребята выходят За второе место Побороться Ты еще проверил Категорию За последние годы Лет пять За последних Ну если мы говорим Про Россию Конечно нет Про Россию Не разу Все разы Как я помню Всегда выдаешь категорию Примерно Лет десять Лет десять Лет десять В своей категории Ты побеждаешься На мире Вице-чемпион Да Вот Одинаково Всегда Я думаю Что я делаю Правильно Ты экспериментируешь Или у тебя стабильно Я знаю Что я сделаю так Вот мои там таблетки Вот моя соль Вот моя вода Я вышел Забрал категорию Ты не меняешь схему Или ты экспериментировал Я экспериментирую Да Есть такое Экспериментировал И получалось хуже Да Поэтому Я стараюсь Теперь меньше Экспериментировать Вот И стараюсь Очень так Аккуратненько Все Если даже Экспериментирую То это делать Так На небольшие Вот Это подготовка Ты На что будешь Делать ставку Ты будешь Быть Ну Цель твоя будет Быть более наполненным Да Потому что понятно Ты будешь бороться На гала-шоу Или как он называется Да То есть И ребята будут тяжелые Тяжелые, большие Ты будешь Делать объем Чтобы с ними Да На сцене Максимально Или ты будешь делать Такое Какое-то более бритвенное качество Я боюсь Точнее У меня есть предположение Что как Если я только начну Грузиться Меня просто опять Банально зальет И я буду Неконкурентно способен Понял У тебя подходник еще Будет? Да Еще раз Все, закончили? Здесь, да Так Глеводик еще не включил Расскажи Не включились Расскажи, расскажи По атлетам Кто тоже готовится с тобой Так Ну Они все на виду Всех Всех отмечают Там В пабликах В постах Про Сибериан Пауэр шоу Ну Я знаю Несколько Спортсменов Соперников Которые будут выступать Но На самом деле Я стараюсь Как бы Не Отслеживать Прямо Конкретно Каждого спортсмена Ну Есть и есть Как бы Да То есть Все равно Буду я знать о них Больше Буду я знать о них Меньше Это не повлияет на мою личную форму Момент интереса Скорее не о том Что переживаешь О, там О, эти ноги большие На ноги Нет Упор Просто из интереса Или нет такого Другим занят Сериалы смотришь Не, ну конечно Я как бы Я говорил уже Сазонов я знаю Знаю Иранские спортсмены Приедут Собственно Все, что мне надо Знать о лидерах Так скажем Этого шоу И все А кого еще лидером считаешь Кого знаешь Всех, кто готовится Вот что-то не вспомнить То есть в принципе Тебе понятно Да Как бы Что если Если ты хочешь победить Нужно обойти Мишку Сазонова Да Со всеми остальными Без меньше проблем Если говорить Таким Даксом То да Еще и родные стены Да, кстати Да, он же оттуда Да, он оттуда И он прям Очень, очень хочет И там все хотят На кучу Вот Дальше упражнение Какое, скажи, пожалуйста Сейчас пойдем На машину Смита Будем сжать Под углом Давно я не видел Ни у кого В Смите Жима под наклоном Если честно Вот вход в зал Вот Смит Я его ни разу не замечал Где он находится Почему Смит? Мне очень нравится Работать Не нужно задумываться О Технике практически Да Дави себе и дави Дави и дави Самое главное Да, правильно Сначала установить А тебе принципиально Тут Смит под наклоном такой Тебе это принципиально Чтобы он был Именно такого исполнения Или если бы он был Просто вертикальный Тоже бы тебя устроило Мне нравится Обычно вертикальный На самом деле Больше даже Да Чем под наклоном Но, как говорится Все, что у нас есть Поэтому Понятно Ну, можно скамейку В другую сторону повернуть Будет по-другому получаться Жим Ну да Да, я и так, и так Иногда делаю А, то есть очередуешь Да, иногда делаю так Иногда так Как Как сбредет Как говорится Понятно И, ребятам Таким условно Условно говоря Тупым углом Они не параллельны Именно таким образом Ты чувствуешь Грудь максимально Да Да И мне самое главное Комфортно И для локтей И для Хотят вверх груди Накачать Вот скажи Ну, есть у тебя Это же частный вопрос Ты тоже Ты потренируешь Столько лет Люди часто говорят Хочу вверх груди Что ты обычно отвечаешь На этот вопрос Ну, на самом деле Это все сложно Действительно Да Просто Вопрос в том Чтобы ее научиться чувствовать В упражнениях Потому что чаще всего Чисто механически Мы можем выполнять упражнения Те же самые Перемещать вес Да Те же самые Жимы на наклоны Скамье С гантелями Мы можем Как бы Сколько угодно Лет это делать Но если мы не будем Чувствовать верха груди Да и вообще В принципе мышцы Вряд ли мы их сможем Как-то полноценно накачать А я обычно отвечаю так Хочешь вверх груди Накачай Хотя бы вообще грудь В целом Когда есть грудь То там и вверх Где-то появляется Начинается быть виден То есть когда ты прям Ну, еще такой Начинающий Нету Не надо думать Про верх груди Не надо думать Про малую Круглую Что тебе прям вот нужно Не думай про малую Круглую в спине Просто качай Сколько? Пятерочки Пятерочки Так, не надоедает Качаться? Нет такого ощущения? Столько лет Такая малотонность Нет, на самом деле Есть, конечно, периоды Когда хочется отдохнуть Это нормально Отдыхаешь? Отдыхаю, конечно, да Это и бывает Две недели Реже три недели Вот Ну, обычно Не меньше десяти дней Я даю себе полностью отдыха А когда это у тебя? После соревнований В середине-межсезонье Когда твой период отдыха? Вот как раз После соревнований Да, после соревнований То есть ты не бежишь качаться Кушать Сверхкомпенсация Сейчас я буду Сверхогромен Ты именно отдых? Нет, ну, конечно Там еще какой-то период времени Я тренируюсь Уже Больше в охотку Так, чтобы было, да? Чтобы мне нравилось Тренироваться Это после соревнований И потом плавно-плавно-плавно И отхожу И делаю себе перерыв На отдых, да? Дней на десять, да Двенадцать, может, две недельки Ну, обычно он совпадает с отпуском Подстраиваешься? Да, да Даже из-за наклона Смита Мне кажется, больше получается Что ты-то лежишь под наклоном А жим получается, по сути, горизонтальный Потому что ты толкаешь от скамейки Не вверх, а вперед Ребята, кто вспомнит Леха-то Кузнецов тоже очень много В машинах работал На грудь Когда мы снимали перед чемпионатом мира Подготовку То есть Спортсмены, они Качают мышцы Они не вес пытаются поднять Все правильно Почему-то Ну, не почему-то А те, кто качают эго Обычно с самым большим кубком не стоят А кто качает мышцы Другой результат Да, я тоже многим говорю Сила для нас Это побочный результат Который мы получаем От тренировки мышц Тренируем мы, конечно Все любят про силу Это нужно Когда-нибудь расспросить Расскажи, пожалуйста Свои лучшие силовые Понятно, там, был когда-то помоложе Да, там Поедрение Поедрение Да, поедрение Посмельнее Лучшие силовые результаты Твои В каком весе Опять же Никогда я не ставил себе задачи Поднять большие тяжелые веса Потому что Все-таки Действительно травмоопасно Вот Но до чего я доходил Это в жиме Лежа со штангой Это было 170 на 2 В приседе Ну, не так много 230 на 6 Вот Ну, это вот такие самые Ну, это все-таки понимаю, что поезд отдела пошел Без всяких бинтов Без бинтовки, естественно Я никогда не использовал бинты Вот То есть это максимум какие-то На запястья На пульснике? На пульснике Да, все Больше ничего не использую обычно Вот Все-таки Для меня важно именно Чувствовать вес И для меня это очень Полезно и важно То есть от приседа я сейчас уже полностью вообще отказался О, как? А как же ноги без приседа не вырастут? Ты что, не знаешь? Все, все Отказался На самом деле, как бы, да Есть ряд проблем Которые появляются сразу при приседаниях Вот Болевые ощущения Причем не в ногах, да Это совершенно в других местах Это в локте В локте Да Смех смехом Я крайнюю тренировку ног Отменил приседы Потому что у меня дико начали болеть Лучезапястные Вот У меня бинты мои спиздили в зале А я обычно бинтую кисти на приседаниях Под нажимах мне не надо Чтобы держать У меня разболели запястья Я пошел вжим ногами Да Вот Ну я тоже всегда бинтуюсь Но у меня будет болеть вот здесь Да Все И Где-то я до 200 обычно дохожу И если уже начинаю увеличивать То у меня уже руки там не справляются И Потом просто последующие тренировки там на Руки, на бицепсы Все Это болевые ощущения Я просто физически не могу ничего выполнять Получаешь минус Да Да И все Я отказался Ну все Они накачаются Сашкинские ноги теперь Без приседания Ты что Не знаешь что ли Скажешь что Становую тягу Не делаешь Что ребята вообще Выглядят Выглядят Видео Сейчас расскажу Ну наверное Да Огорчу может быть Кого-то Но Становую тягу Я прекратил делать После Ну наверное Полутора лет Первых своих тренировок То есть Я вот Когда пришел в зал Я ее систематично Делал Все нормально Ну наверное Года полтора Вот И собственно все Закончил ее Выполнять Не потому что Там какие-то травмы Ну и Просто не видел Какой-то серьезный В ней смысл Плюс Меня начали пугать Что у меня талия станет Толще Вот И я прекратил ее делать И уже Можешь сказать Ну все Все Пошли Заканчивай Выключай Вот То есть Лет 15 Я уже Ее просто Не делаю Никогда Вот Но мне хватает Все равно Нагрузки на поясницу На Другие части тела Какими-то Сторонными упражнениями А сейчас С высоты Прожитых лет Считаешь ли Что штановая тяга Увеличивает талию Именно визуально Понятно Что мышцы растут Но столбы большие Вас фронтально Не сделают Как бы шире Они просто У вас как бы Обхват талии будет больше Обхват Но не визуальный Из-за столбов А в целом Считаешь ли ты Что Ну все равно Я как бы Опять же На своем же опыте Не могу ничего сказать Потому что я ее не делал Но все-таки Могу предположить Что мышцы кора В целом Как бы все равно Укрепляются Те же самые косые мышцы Те же самые косые мышцы Возможно Все-таки Возможно Особенно Если у человека Есть какая-то склонность К развитию По питанию У тебя будет И стабильность Такое количество Или ты будешь еще Урезаться Или ты в таком режиме Понимаешь Что ты будешь досыхать Как бы Полномерно Ну я могу сказать Что пока процесс идет Я не буду ничего делать Пока идет процесс Я еще тем более Не включал Полноценное кардио Месяц остался И еще не включил Кардио Это секретное оружие Идет пока процесс Зачем себя Как говорится Гробить В смысле Гробить Это же полезно Кардио делать А сердце Качок себя гробит Хотьбой А тебе Литм грузовой Не включают Здесь в зале Случайно Я в плане Мышечной массы Чтобы не потерять А катаболизм Конечно Я боюсь Катаболизма Вот Как говорится Зачем себя Перетруждать Если и так Все вроде идет Вот Как только Я начну понимать Что Уже Чего-то не хватает Начну естественно Уже более усиленно Делать кардио Пока я делаю Там всего Один раз В неделю Что вы Так что вы Такое Ребят Чтобы я сох Мне нужно делать кардио Ну хотя бы Час в день То есть я встаю Рано утром Пью там БЦА Могучиться перекусить Много воды пью Делал полчаса Кардио подготовки Потом я просто Тонировки делал Кардио Как ем меньше Чего-нибудь Да почему Вот если я не буду ходить То есть я не сохну Но при этом У меня другая фишка Я могу жрать торты Макароны Там Бекон жареный Выпивать кучу протеина Запиваться все пивом В отпуске И просто от того Что я много там хожу Машины нету И у меня 15 тысяч Огости получается Я увеличиваюсь в объемах И сохну То есть у меня Вот почему-то Кардио работает Может это как-то Какие-то особенности Как-то работают Метахондрии Не знаю Энергообмена Я знаю Что Саша Кодзоев Выиграл Арнольд Не сделав Кардио Вообще Ни разу Да Да Было такое Максимум что он делал Это по-моему Велотренажер Велотренажер Крутил период Самый тяжелый Кардио Подчалкой Может вот ты поджимаешься От пол Чтобы не остывать Или у тебя нет такого Нет Я спокойно совершенно То есть у тебя может быть Такой перерыв В процессе И ты норм Может быть Бывает даже Как бы Даже в плюс идет А у тебя в плюс А у меня наоборот Лучше По соли у тебя Расскажи Как По соли Сейчас не слежу Конечно Специально ничего не солю Вот Но и не слежу Потом Когда опять же Перед Перед Непосредственно Выходом на соревнования Ну там За недельку Начинаю Вот Начинаю Тогда уже смотреть Ты прям считаешь? Нет К сожалению Не считаю Нет А может быть Пора бы уже Абсолютку выиграть? Может быть Может быть Может быть То есть Прям Саня Эскин Прям это максимальный Олдскул Да? Прям такой А под выход Ты соль добавляешь Ты соль Урезаешь Ты соль не трогаешь Что у тебя? Я ее плавно Урезаю И все Потом не подключаю То есть Ты без соли Грубо говоря Да? Получается Выходишь Любимая мышечная группа То какая есть? Прям что Тренировка 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 То есть работа Вот Все Мне уже Вот оно все Как бы Более-менее равномерно Мне вот Все нравится А все нравится Все нравится Да То есть И не могу сказать Что мне что-то не нравится Даже вот Я не знаю Раньше Действительно Было время Когда может быть Ноги не нравилось Для тренировки Но и сейчас Я получаю от этого Не меньше удовольствия Как от других Каких-то Присед убрал Ну наверное Наверное Да Я присед убрал И такое ощущение Еще не болит? Все хорошо Сейчас же получилось Суграть Восемь Восемь Ну я уже Да Уже добиваю Чувствую Что здесь Тоже сил уже мало У тебя Прям Все идет Такое Глубо говоря Базовое Многосуставное Движение Не важно Что это Не свободный вес На самом деле Движение Где Мескосуставов Я тоже базовым Считаю Базовое А изоляция Это будет у нас? Да Будет Сейчас у меня Это можно сказать Завершающее Такое уже Упражнение Тяжелое Все остальное Это всякие Сведения И так далее А тут Ребята Сверху Мне хорошо Видно Тут Не то Что Лучевые Кости Параллельно Здесь Прямо Острый Угол Да Прямо То есть Практически Вот так Вот получается Да Вот так К центру Да 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 Стреляем Такое упражнение Я видел С гантелями Некоторые делают Вот так вот Опускают Трицепсо-грудное Упражнение Одновременно Опять же Это все От ощущения Идет Ну-ка Сань Научи Просто я Это движение Ну я его понимаю Но я его не могу Сделать для себя Комфортно Есть какие-нибудь Хитрости Там Как руку правильно Угол То есть Ну Мне кажется Многие Тут просто не делают Потому что Ну что угодно Качается У них кроме груди Здесь Так Значит Самое главное Конечно Это Первоначальное положение Когда ты чувствуешь Как тебя Натягивают Грудные мышцы Да Именно Не бицепс Не какие-то Другие мышцы А именно То что ты чувствуешь Что грудь Натянута И мы начинаем Движение Как будто мы Зачерпываем Там Не знаю Ковшиком Воду Там Да И тянем Их кверху К середине Груди К центру Туда Вверх Ну вот То есть Стараемся Вот так Вот Как будто Ты стоишь В разноход Купаян Для стабильности Ты ноги меняешь Когда Ну по очереди То есть Нет Нет Это больше Опять же Больше По стабильности По удобству То есть Не считаешь Да Что есть Какой-то Ассиметрия Движения Из-за того Что у тебя Есть Ну Опорная нога Нет Я такого Не чувствую То есть Я бы почувствовал Что меня Либо влево Либо вправо Куда-то Выворачивает Но я чувствую Стабильно Все ровненько То есть Не компенсируешь Через подход Не меняешь Нет Нет Такого нет Но опять же Вроде Не чувствую Опять же Я не очень Прям сильно Отставляю Поэтому У меня Может быть И не колбасит Поэтому Ребят Просто Офигенно Красивые Блины Толстые Приятно Поднимать Навешаешь Сразу Ого Я перепутал А тут Блинов Чуть побольше Все такие Че ты сразу Обижаешь Других нету А ты смотришь Соревнования По бодибилдингу Когда ты не выступаешь У тебя Офсизон На подготовке Ты знаешь Чемпионат Питера И ты следишь за ним Или тебе приехало Болело Если ты не выступаешь сам Я стараюсь Все равно Отслеживать Соревнования По-любому Тем более Если это в нашем Городе Проходит Происходит Я смотрю Но естественно Только интересные Для меня Номинации Или категории Какие-то А какие-то Категории Очень интересны Ну естественно Это моя весовая Бодибилдинг Почему я еще смотрю Потому что Так или иначе Там выступают Мои какие-то Друзья Соратники Которые мне Не безразличны Да Вот Мне очень интересно Какие они Станут По итогу И искренне За них болеют Поэтому я Именно стараюсь Их смотреть То есть Вот такой За своих Да За своих Да До конца Оставить Да Расскажи Что как Ну Легче И без еды Ты же не кушал Получается Ну я поел Там с утра Там яички Что-то там Арахисовую пасту Чуть-чуть поел Вот То есть По сути Без углеводов Но Нормально Да Я почувствовал Быстро Очень включился Что бывает Надо время На раскачку Какое-то Время А то так Побыстрее Теплее Тепло Быстро стало Вот Чувствуешь Именно Что Циркуляция Крови Ну Видишь Мы же делаем Предтрен Не штырилку У нас нет задачи Чувака Знаешь Там вот Глаза Я не люблю Я сам такое Не пью Не люблю Я делаю то Что помогает тебе Лучше тренироваться Быстрее Вводить продукты Распада Да Улучшает твои Просто физико-силовые Характеристики Восстановление Да И просто влияет На общество То есть Твою У тебя там Ты закончил? Да Все Наверх Ну идите Серега Я вас догоню Сейчас буду делать Упражнение Сведение рук В бабочки Но не классическим Способом За рукоятки Буду браться А вот за эту часть Таким образом Можно будет Почувствовать Лучшее Напряжение В мышцах груди Я стал очень часто Так практиковать И мне стало Очень нравится Такое движение Советую попробовать Если у вас есть Именно вот такого Формата тренажер ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тоже, да, Такой интересный момент Хоть ты и так Вроде пытаешься Выкладываться Достаточно Сильно Серьезно И до отказа А тут Блин, думаешь Надо еще Можешь вроде еще Не для себя же стараешься Не только для себя стараешься Сейчас вот завершающие Когда упражнение Ты стараешься Уже по максимальному Выложиться Чтобы максимально Туда уже кровь Напампить И чтобы потом сил Вообще не было Уже ничего не хотело сделать И можно считать Что тренировка удалась Как оно? Все, сейчас завершающий Еще подходик И все Все можно на скамейке Не сидеть Пустое делать Да С моим ростом Кстати, вот тоже Вот рост К сожалению Играет роль А как бы Может быть не смешно Это бы не казалось Но некоторые тренажеры Они просто не предназначены Под мой рост И некоторые движения Там типа Разгибания ног сидя Какие-то тренажеры Ну они реально Как будто Ну не подходят Под мой рост Ну наверное Не подходит Именно с работы При работе Тяжелыми весами Так в принципе Ну маленький вес Бессмысленно делать Да Потому что не такой Маленький-маленький Согласись Согласись Девушки такого роста Да многие Но им не нужно Только поднимать Да И в итоге Как бы Приходится что-то придумывать Я практически уверен Что всех своих Учеников Ты заставляешь Качать наверное пресс Делать там Разминку Какое-нибудь кардио В начале Там в конце Что-то такое поделать А сам Ну на самом деле Я всегда объясняю Спортсменам или клиенту Да не важно Зачем нужна разминка И какая она должна быть Вот И я предлагаю варианты На самом деле Да Либо сделать кардио Вилкой в глаз Или Модные планки Вакуумы Ну вакуумы Это обычно с утра происходит Честно опять же скажу Сейчас я их еще не делаю Где-то начну Недельки через две Практиковать Когда уже Почувствую Что уже Пора Вот Планки не делаю Потому что Потому что не нравится Ну справедливо и честно По крайней мере Да Вот А рекомендуешь ли Рекомендую людям Которые хотят Допустим Сделать крепкий Кор Крепкий торс Крепкие мышцы пресса Но при этом Чтобы он не был Выпуклый То есть Многие Люди не хотят Чтобы пресс Выпирал Они хотят Просто плоский живот Но при этом крепкий Вот Предлагаю Такие варианты Да Обычно Это вот Одна тренировка На основную пресс Там вверх Середина Низ Там да И тренировка На косы Вот Это делишь Да Я их делю Ну все Прикольно Все Мне это опять же достаточно Я чувствую Что этого хватает Иногда я делаю Одно тяжелое Упражнение Это подъемы ног в висе До перекладины И считаю Что это одно из самых лучших упражнений на пресс Которые прорабатывают все Сразу Да Это если вот мне вот прям Лениво делать пресс Я лучше сделаю вот это одно упражнение И я пойму что Поддерживаю Я тоже Если делать пресс Одно Но самое тяжелое Самое тяжелое Лютое Какое Да 4 по 15 Все Сдох В конце Но зато будешь Счастлив и доволен Ну что мы Не прощаемся с ребятами Потому что Ну мы в любом случае заедем Хотя бы заснять форму Твое позирование Какие-то твои рекомендации Это будет Мне кажется Мега ценно Получить от тебя Ну что Пусть будет у тебя подготовка Подготовка идет гладкая Без сучка Без задоринки Спасибо Ребят Вы помните Под видосом Можно написать Все что вы думаете По нашему поводу Гадайте все равно Удалим Шучок Я их отставляю Конструктивную критику Мы всегда поддерживаем Вот Вопросы к Александру Болейте Болейте Не только за Сашку Болейте за спортсменов Там из своих регионов Кто едет на разные турниры 8-9 марта Повторюсь Да Это Сибириан Пауэр Шоу А Россия у нас В апреле В апреле Где-то в середине апреля В середине апреля В Тюмени В Тюмени Друзья Всем пока Берегите себя С вас лайки Комментарии Всякие там Дела Все Пока Все круто Отлично